Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос воскресе! Сегодня среда Второй Седмицы по Пасхе, и Церковь продолжает чтение Книги Деяний Святых Апостолов. И сегодня мы с вами обращаем свой взор на четвертую главу Книги Деяний, на стихи с 13 по 22. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки, и приказав им выйти вон из Синдриона, рассуждали между собою. Говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что им и сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть его. Но чтобы более не разгласилось это в народе с угрозой, запретим им, чтобы не говорили об имени всем никому из людей. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа. Потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение книги «Деяния святых апостолов». Сегодня перед нами 4 глава, стихи с 13 по 22. Перед нами продолжает развертываться та история, тот частный аспект истории проявления власти Церкви. Власти вязать и решить прощать грехи, отпускать грехи. Власти исцеления, той власти, которой обладал Господь наш Иисус Христос, и которую Он благодатью даровал. Церковь обладает этой властью именно по благодати, а не по своей природе. И в воскресный день мы читали суммарий, то есть пятую главу суммарий этой истории. И мы с вами сказали, что суммарий — это некий вывод из частных аспектов, частных историй. И вот перед нами эта частная теория, частная история, частный аспект. Один человек исцелен. Но какие последствия? Последствия таковы, что апостола Петра схватили, Синодрион схватили и те, кто в свое время буквально несколько недель назад схватил Господа Иисуса Христа и казнил Его. Те же люди хватают апостолов и устраивают такое же судилище над ними. И этим самым авторы книги Деяний показывают, что церковь — это прежде всего те, кто следует за Господом до самого конца. Те, кто повторяет Его судьбу в том контексте, в котором Господь предлагает это сделать. Взять крест свой. И в данном случае апостол Петр, апостол Иоанн, они действительно несут крест. И крест человеческого страха. Крест испытания веры. Ведь они стоят, как сказано в тексте, это необразованные, простые рыбаки. Они стоят перед, что называется, серыми кардиналами израильской земли. Теми, кто управляет народом и имеет большой авторитет. Человеческий природный страх может возобладать. Но мы видим, что то откровение Божие, тот опыт божественного присутствия, который они имели в дне жизни Спасителя, и то потом, как этот опыт скрепился фундаментом благодати после Дня Пятидесятницы, действует на апостолов, они не боятся вот этих сильных мира сего. Ведь даже чисто психологически, когда ты один или вас двое, стоят против большого количества людей, когда вас в 10 раз больше. Точнее, вот против вас стоит людей в 10 раз больше, чем вас. А здесь вообще в 20 раз больше, если не в 30. То, конечно же, это очень сильно подавляет твою волю. Но Господь укрепил апостолов своей благодатью, и они мужественно отвечают на все вопросы. Они рассуждают между собой, что делать с этими людьми. Потому что уже все знают об исцелении, все знают о церкви. И все об этом говорят. И эти люди, опытные политики, дипломаты, они понимают, что нельзя просто так взять и расправиться с апостолами. Они призывают их и говорят им, теперь не говорите, не учите о имени Иисуса Христа. Такая наивная позиция на самом деле. И апостол Петр и Иоанн говорят в ответ, что сами посудите. Мы говорим о том, что действуем по повелению Божию. И ваша просьба, ваш запрет, ваша воля идет в разрез с волей божественной. Так кого нам слушать больше, вас или Бога? Поэтому Петр говорит справедливо, что мы будем говорить то, что говорили. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Синодриону, вот этим мироправителям, ничего не остается, как отпустить их. Они находят возможность наказать их, потому что народ уже скопился, народ слушает, народ прислушивается. И эти опытные царедворцы, эти опытные дипломаты, политики, потому что в условиях оккупационной римской власти, когда приходится взаимодействовать и с прокуратором, и с проконсулом, когда приходится взаимодействовать и с иудейской властью, вот им, как религиозным лидерам, хорошо знаком опыт дипломатический, опыт поиска различных извилистых путей, чтобы добиться своего. И они четко понимают, что сейчас правда не на их стороне. И более того, они больше боятся стихийности толпы. Они знают, как эта толпа может себя вести. И поэтому они по причине народа отпускают апостолов, потому что все прославляли Бога за произошедшее. Все прославляли Бога за то исцеление, которое произошло. И всем стало очевидно, что апостол Петр и Иоанн это посланники Божие, посланники Господа Иисуса Христа. Ибо лет было более сорока тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Действительно, исцеленный более сорока лет был расслабленным. Все об этом знали, и это было явное чудо. Чудо вот этой власти. И в дальнейшем как раз таки будет говориться о распространении церкви. Мы уже подходим к завершению чтения вот этого эпизода. Сначала апостол Петр проповедовал во Христа воскресшего, свидетельство от Писания, а теперь свидетельство из жизни, из практики. Мы говорили вам о Боге. Вот чудо исцеления. Власть Царства Небесное, власть того, о чем говорил Господь Иисус Христос, она реальна. Смотрите на ее реализацию. И вот это два итога двух таких блоков, которые предлагает нам автор книги «Деяний». И сегодня эти блоки, они находятся как раз таки вот в первых двух главах. Это блок проповеди о Иисусе Господе нашим воскресшем. Второй блок — это блок о деяниях апостолов, которые реализуют вот эту власть Царства Небесного, которую передал Господь Церкви. Поэтому не будем унывать, будем помнить об этой власти, будем помнить, что мы ее сопричастники, будем помнить, что Царствие Небесное внутрь нас есть. Обратим свой взор внутрь своего сердца и обретем там Бога. «Стяжи, Дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», — говорит преподобный Серафим Саровский. Поэтому не будем унывать, будем пребывать в покаянии, молитве и благодарении Господа. Будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог с его страницей обращается к нам. Всем радости, воскресшим Господи, и до новых встреч. Христос воскресе! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое при высшем небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова